Которая принадлежит вооруженным силам Российской Федерации Оказывается на нашей территории, на территории Украины Эти факты можно проверить, они в открытом источнике есть Специально их захватили за создание информационного фона Она поступила на вооружение в 2018 году Срок давности военных преступлений А УБК это что истина в последней инстанции? И работает в интересах Запада Если честно, сторонник политики именно жестким по отношению к Украине Есть такое понятие, незнание закона не освобождает от открытия Секундочку Алексеева, Аллена это не та, не которая груз 200-то Гражданское объединение это называется Вот переводят на русский Нет, это не та Нет, Аллена, она Елена Алексеева Нет, а то была еще одна Вот, эти данные не сложно все проверить Вот, как вы мне, объясните пожалуйста Ваши пленные Послушайте, секундочку, юрист Юрист, у меня к вам вопрос Ваши пленные, которые попали в плен на территории Украины в бою Которые признало ваше министерство обороны был обмен Как они очутились на территории Луганской и Донецкой области И как оказалось ваше вооружение на территории Луганской и Донецкой области Про которые в своих отчетах практически, ну я не знаю, постоянно Не могу сказать ежедневно, но постоянно эти отчеты публикуют совместная мониторинговая миссия ОБСЕ Техника, которая принадлежит исключительно армии Российской Федерации Как вы это поясните с юридической точки зрения Как ваши солдаты и ваша вооруженная, ваша техника, которая принадлежит вооруженным силам Российской Федерации Оказывается на нашей территории, на территории Украины Как вы как юрист это объясните? Поясните, пожалуйста Вы как любитель долго говорите красиво, да? Вам все равно не удастся мне заговорить Я все равно хочу вернуться к этой монографии и ответить на этот вопрос Вот вы показали там книжонку, да? То есть для вашей аудитории это в принципе О, луганский книжку показал, умная, наверное, составили ее И как бы вот в вашем ответе на то, кем была составлена эта книжка Очень такой, скажем, ояль в кустах, да? Или кто там, собака Еще раз говорю, это из открытых источников Это все, все эти данные подтверждаются открытыми источниками Я перевожу на простой язык Давайте Книжка эта создана некой общественной организации В интересах создания определенного информационного фона Что подкрепить, вот как бы, что у нас идет война России с Украиной Вот есть книга подтверждение того, что То есть в вашей стороне это создана книга Чтобы население, типа, знало о том, что вот идет война Вот, пожалуйста, вот вам факты Хавай ты был Вот для чего это сделать Эти факты можно проверить Они в открытом источнике есть В каком? Вот вашим открытым источникам я совершенно не доверяю В смысле моим? Я говорю, смотрите Окей, я вам задал другой вопрос Я вас понял Хорошо Мне просто интересно, как вы скажете подтвержденный Вы мне сейчас повторите Я отвечу и на второй вопрос Давайте, давайте Я выслушаю вас с удовольствием 32 десантника Александрова, еще каких там трех Ну, кто там Ерофеев, Александров Вот эти два мне интересуют Да, которые из управления Из разведки, которые Как они там называются? Чего-то там Ну, да, да Я не очень в этом Вот этими Товарищами Уже на протяжении шести лет Как тряпкой трясут Вот, посмотрите Факт наличия агрессии И прочее, прочее Как вы его поясните Как юрист? Заблудились Ребята Они были с оружием в руках Их взяли в плен В бою Под Луганском В окопах Ерофеева, Александрова Одного вашего солдата В этом бою убили Они убили нашего солдата В этом бою Один из них Ваш боец Был ранен А второго взяли в плен Он, между прочим Там хотел себя подорвать И их взяли в плен Один из них был прооперирован Они сотрудники ГРУ Это главное разведывательное управление Ну, вам лучше знать Да, они были с российским оружием И в форме российского образца Они кадровые, военные Российской Федерации Скажите мне О чем говорит этот прецедент? Ваши Это ни о чем не говорят Ни о чем не говорят Но вы же юрист В смысле ни о чем не говорят? Официально Война не объявлена То есть Факты наличия там Они может к бабушке Они может У них были родственники в Украине Они туда поехали А ваши спецслужбы Зная о том, что они Служат Значит В специальных войсках России Да Специально их захватили За создание информационного фона Я вот считаю Что именно это подходящая версия Как они оказались в вашем плену И просто это очень вам на руку сыграло Вот, пожалуйста И вы А что же по этому поводу Заявило Министерство обороны? Секундочку Я не договорил Да, да, да А больше Пактов наличия трех лиц Которых можно отнести К военнослужащим А-а-а И вы постоянно ОБСЕ выглядят немножко по-другому. Отчеты ОБСЕ выглядят следующим образом. Смотрите, вот они у меня всегда под рукой. Вот они у меня всегда под рукой. Здесь даже отчет был с фотографиями. ОБСЕ жаловалась и выкладывал фотографии с привязкой к местности. Они пожаловались, что здесь находится ваша это получается станция радиопомех. Она называется Свет-Ку. Это новейшая разработка. Она поступила на вооружение вашей армии, по-моему, в 17-м или в 18-м году. Как она очутилась на территории Донбасса? Это фотография ОБСЕ. Они жалуются, что вы сбиваете беспилотники и глушите их. Я вообще живу в Иркутске. Я даже в центральной части россияне, в смысле на Украине. И вы спрашиваете человека, который далек от ОБСЕ. Не-не-не. Я говорю вам как юристу, что есть данные от ОБСЕ про то, что они зафиксировали такую-то технику. А еще у них в отчетах. Отчеты выглядят вот таким вот образом. Где мои отчеты? Отчетики, отчетики. Мои любимые отчетики. Смотрите, есть отчеты, в которых ОБСЕ... А вот он, отчет. Почему-то он разорвался, порвался. Отчеты, в котором ОБСЕ обнаружила такую систему, как Леер, Белина, Красуха. Здесь Торн обнаружена система. Это новейшая система. Она поступила на вооружение в 18-м году. Как она оказалась на территории Донбасса? Что у, в принципе, у всей украинской армии на сегодняшний день военная техника производства Советского Союза. Нет, это не советская техника, а российская. Она новейшая. Советский Союз Торн не производил. Леер, Красуха, Белина, Репеллент. Я вот все по этому поводу даже не могу с вами спорить, потому что я не военный. Я не военный. Я просто задаю вопрос. Я открыл отчет. Знаете, дайте секундочку, я вам скажу. Секундочку. Смотрите, вы меня обвинили в том, что я вру. Ну, как Соловьев и Киселев. А я говорю, что я беру... Ну, дайте досказать, но не перебивайте. Я беру отчет ОБСЕ, в котором черном по белому написано, что они обнаружили систему Торн. Торн, возле Дебальцева. А может Иван Дорн? Это не смешно. Вы юрист. Это документ. Отчет ОБСЕ, это документ. Это доказательство. Я не могу понять, документ это у вас. Или вы взяли газету Правду за 65. Так это же несложно проверить. Понимаете? Ктюхивать быту, который верит вам на слов. Смотрите. Отчет, в котором... Отчет. Смотрите, это сейчас для зрителей и для вас. Вы же будете пересматривать ролик. Отчет, в котором обнаружена красуха, леер, былина и репеллен, он называется Отчет по состоянию на 10 августа 2018 года. Там леер, красуха, былина и репеллен обнаружила ОБСЕ. У вас есть под рукой какой-то телефон или планшет, чтобы мы могли с вами одновременно найти эту информацию? Я сейчас с вами по телефону просто общаюсь. Под рукой гаджетов у меня другие. А давайте я найду, если вы мне поверите. Это несложно. Хотите? Я вам покажу просто в камеру. Да, пожалуйста, ищите. Давайте. Смотрите, это очень даже несложно сделать. Это несложно сделать. Смотрите. Делаем мы очень просто. Открываем Google и там пишем. Где мой Google? Вот он. Нет, это карты. Секунду. Вот Google. И пишем ОБСЕ Леер. Смотрите. И вот сайт. Сразу же открывается, здесь видно. Сайт ОБСЕ.орг. Видите его сейчас в камеру? Ну, чтобы я не выдумывал. Ну, я вижу ОБСЕ буквами больше. Да, ОБСЕ. Смотрите. Последние новости от специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на основе информации поступившей по состоянию на 10 августа 2018 года. А сегодня на дворе у нас какой год? 2020. Ну, сколько с такой времени прошло? Что, что, что? Срок давности военных преступлений. Какой юрист? А я не юрист международный. Вы юрист вообще? Срок давности военных преступлений? Какой? Вы, вот вы опять в своем скажем так узком мире думаете, что если я юрист значит я должен все законы изнаезу знать. Вы учились на юридическом факультете срок давности военных преступлений? А я у меня специализация не уголовная права. Не международная. А граждан. Если вы хирург вы же должны знать что такое субфибрильная температура или сатурация или если вы окулист вы же тоже знаете что такое сатурация А есть хирург офтальмолог Каждый должен знать что такое субфибрильная температура и сатурация или что такое антибиотик каждый медик военные преступления дорогой мой юрист из Российской Федерации не имеют сроков давности А их признали военными преступлениями Я у вас и как раз и хочу уточнить если в 2018 дайте задать вопрос секунду смотрите А я вам тогда отвечу встречный вопрос Отвечаю вам смотрите еще раз признана агресса или в отношении нее вбелся в отношении политического руководства велось какой-то военный трибунал было это или нет Отличный вы задаете вопрос только я сейчас найду вам документ пока вы мне ответите что же делает новейшая система вооруженная система вооружений ТОРН на территории Донбасса о чем зафиксировала нам в отчете совместная мониторинговая миссия ОБСЕ как он там очутился как вы оцениваете этот поступок руководства вооруженных сил Российской Федерации и самого руководства Российской Федерации как юрист дайте юридическую оценку Я понятия не имею в том что там делает эта военная техника и была ли она там Но ОБСЕ утверждает что была А ОБСЕ это что истина в последней станции А что по вашему истина в последней станции это же доказательства Доказательства чего Наличие техники конечно Это это влечит его какой-то он имеет форму решения причем здесь суд суд будет принимать это как доказательство Ого есть суд а суд принял эти доказательства Вот как раз про суд я вам хотел почитать про суд это же интересно слушайте я нашел юриста обалдеть вообще что где-то это признан дьявол кроется в деталях можно кучу сейчас приносить протянуть трясти о том что там где-то найдено здесь что-то найдено понимаете конечно наверняка вам наверняка вам интересно вы как знаете как этот тут немножко юрист а тут немножко не юрист смотрите как юрист вам же интересно я искал именно вас поверьте вы меня обвиняли в том что я общаюсь с какими-то с какими-то алкашами и так далее а я ищу вас я вам даже позволю напиться сегодня я столько не пью хотя Йорик и рекламирую и я потом к этому вернусь Йорик это классная штука смотрите у меня в руках отчет международного уголовного суда в Гааге международный уголовный суд в Гааге дело называется дело называется ситуация в Украине производство идет это отчет прокуратуры смотрите здесь очень интересно здесь есть пункт 66 давайте пролистаем его окей мы говорим про с вами про Донбасс сейчас 72 пункт канцелярия прокурора пришла к заключению что примеры прямого военного противостояния я зачитываю вот у меня выделено маркером примеры прямого военного противостояния между вооруженными силами Российской Федерации и Украины указывают на то что по крайней мере с 14 июля 2014 года на востоке Украины параллельно с немеждународным вооруженным конфликтом имеет место международный вооруженный конфликт это как раз это вы спрашиваете о том будет ли что-то в суде это дело уже есть в суде и эти отчеты они в том числе прилагаются как доказательство и вот у меня к вам как юристу вопрос не по этому суду у меня к вам очень интересный вопрос который я хотел задать российскому юристу секундочку секундочку я подготовил все у меня все сложено здесь в одну и ту же папочку подождите подождите я вам хотел задать именно этот вопрос где же где же где же где же где же у меня был вот так 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 не это очень важный это очень важный документ где он у меня есть указ путина о том чтобы российская федерация вышла из римского статута ну вы знаете о чем я говорю да сейчас понимаю да зачем это сделал путин да где же мой этот под рукой его нет почему путин такое принял решение как вы думаете путин такое решение да 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 видите изменения в конституцию потому что нет 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 это было раньше значительно раньше это было вот оно извините все я нашел вот не чешите это бесполезно распоряжение президента российской федерации от 16 ноября 2016 года до изменения в конституцию еще как до киева рачки и вот путин принимает решение не стать участником римского статута международного уголовного суда принятого дипломатической конференцией полномочных представителей под гидой ООН в городе Рим и направить генеральному секретарю ООН соответствующее уведомление как вы думаете то что я вам только что показал про то что уголовное дело в Гааге расследуется и идет полным ходом как-то связано с тем что Путин вывел Россию своим личным решением из-под юрисдикции этого международного уголовного суда вы как юрист можете дать оценку происходящему ну смотрите я сейчас начну издалека и в принципе как бы вы в дальнейшем поймете ход моих мыслей то есть на сегодняшний день весь скажем так западный эстеблишмент мир он с Россией не должен то есть ему Россия как конкурент не нужна и вот в частности вот эти все институции ОБСЕ то есть и прочие там фонды и прочее прочее они все имеют прописку западную то есть и работают в интересах запада западу необходимо каким-то образом Россию поставить на колени то есть санкции там вводят прочее да тот же самый суд о чем вы говорите да то есть я не знаю не знакомился там есть дело потому что дело в суд можно подать да то есть подают дело в суд суд его осматривает и выносит решение о возбуждении там дела да может сейчас на стадии принятия документов и решение суда о возбуждении дела там в отношении оси да там как говорится тому к чему вы хотите да его возможно нет я детали этих не знаю поэтому здесь спорить не буду вот и путин и путин когда принимал решение о выходе из римского статута он наверное руководствовался следующими соображениями о том что не выйдя из него если есть человек есть и дело да то есть колхозным языком объясняет то есть создадут такие условия что и найдут доказательства и ОБСИ это все красиво сделает что подойдут к тому что возбудит уголовное дело и еще будет один скажем так монетка в копилочку запада в его пропагандистской игре против России о том что Россия агресса то есть мировые СМИ создают образ России именно плохой негативный и вот эти все маленькие скажем так детали да то есть связано там с обвинением нас в агрессии там в оккупировании территорий и то что скажем так политическое руководство Украины оно прозападное да то есть оно в этом же направлении действует все это складывается по таким частям из России делают врага и это вот понимаете как в деревне то есть там где-то пернул там сказали обосрался и все ты от этого не отмоешься это вот то же самое как с этим с шарием происки врагов у меня к вам еще есть два вопроса а вы не договорили еще я в принципе суть вашу понял с самого начала уловил а да 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 закончите мысль конечно то есть все там-то убили о том что он значит этот педофил там да значит хотя он и в России выиграл суды это не все это его сестра родная его обвиняет в этом сестра одна и он сестру выиграл суд против нее это внутреннее дело их семьи меня это мало интересует сестра обвиняет его в том что он педофил арестовал племянница это такой маркер о том что стоит на человека на какую-то напраснему навести и он потом не отмоется он всю жизнь будет говорить ну ребята я не такой то же самое и с Россией то есть я вообще если честно сторонник политики именно жестким по отношению к украине потому что это в чем выражается и уточню уточню в какой жесткая в чем она должна выражаться в том что нас постоянно клемят да то есть там Путина там оскорбляет да там потом и прочее точно вот значит я считаю что на самом деле давно вообще эту вашу вакханалию то что у вас там творится надо было давно приструнить и на самом деле Путин очень гуманный человек он в принципе что означает значение слова приструнить что вы имеете ввиду называйте вещи своими именами не очень понятно секундочку приставы то и значит что приставы не понял сменить сменить политический строй который пришел переворотов в четырнадцатом году на лояльной к России каким способом сместить каким способом ввести войска ааа ввести войска да ввести войска понял да и еще то есть облему эту надо было разрубить еще в четырнадцатом году в феврале то есть мало того что там надо было хотя бы до Кинева дойти до Левогрежного Кариба да вот а сейчас благодаря гуманности Питина вы сидите однозначно и с тем какой он плохой но тем не менее он дал вам форум вы живете вот по крайней мере 6 лет донатить благодаря его попадетели понял у меня к вам тогда осталось всего два вопроса вы действительно юрист у вас есть юридическое образование есть у меня юридическое вы оканчивали какой университет государство ну как в каком городе чтобы хотя бы понять ну какой город позорит сейчас ну вам стыдно сказать мне никогда не стыдно я оканчивал восточно-украинский национальный университет имени Владимира Даля в городе Луганск а вы ваша альмаматор Иркутский государственный университет Иркутский государственный университет только что вы сейчас нарушили статью юрист 354 уголовного кодекса Российской Федерации раздел 12 называется преступление против мира и безопасности человечества статья 354 вашего уголовного кодекса который я знаю лучше чем юристы хотя сам юристом не являюсь гласит следующее внимание не перебивайте меня чтобы я вам не выключил звук публичные призывы к развязыванию агрессивной войны наказываются штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо лишением свободы на срок до трех лет но это не подходит вам вы знаете что вы сейчас находитесь в прямом эфире стрима поэтому на вас распространяется статья 354 часть 2 те же деяния совершенные с использованием средств массовой информации то есть при помощи интернета наказываются значит и того и того либо лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет вы юрист сейчас в прямом эфире нарушили ваш уголовный кодекс статью 354 часть 2 или я не прав а я не уголовный право изучал понимаете понял позор вашему государственному университету который выпускает таких юристов у меня больше к вам вопросов нет у вас есть ко мне какие-то вопросы у меня есть к вам много вопросов давайте у вас остался один вы пытаетесь заговорить я говорю что вы нарушаете уголовный кодекс юрист а вы это не изучали а что вы изучали какое право вы специалист по какому праву по гражданскому праву а уголовный кодекс у вас же была такая ну целый была такая предмет был такой уголовный кодекс как вы экзамен по нему сдали понимаете мы за само на примере хирургов я вам объяснил что юрист не может знать все законы он не обязан уголовный кодекс должен знать любой гражданин его нужно купить и изучать остап сулеманович берта мария берн дер бей говорил о том что уголовный кодекс нужно чтить есть такое понятие незнание закона не освобождает от ответа верно я же говорю вам вы нарушили статью 354 уголовного кодекса вы кто судья вы кем работаете адвокатом нет нет кем юрисконсуль нет не юрисконсуль я скажем так человек забирают чужой я буду забирать свою забирайте свое у вас два семестра должно было быть уголовного права два семестра вы должны были его изучать четыре семестра уголовное право вы понимаете если вы я понял у меня к вам просто смотрите простой вопрос на котором мы тут же разойдемся мне важно понять как вы понимаете как юрист значение выражения адвоката дьявола понятие конечно его трактовать можно по-разному но в данном случае если применимо к вам с моей позиции то есть вы выступаете для меня в роли адвоката дьявол то есть вы для меня страна страна противна то есть для меня те идеалы которые вы защищаете они для меня чужды потому что вы в принципе обвиняете мою страну в ожигании войны в вашей стране но вы не привели к политического факта того что у нас сейчас идет война просто вы мне в начале нашего разговора не ответили привели какое-то там рыцарское право хотя мне сейчас тут тыкаете нормами нашего закона уголовного но на мой прямой вопрос о том что есть ли война России и Украины вы ответить не можете а не можете по той простой причине потому что нету этой войны я вас понял я ушел нет не уходите что вы у меня все у меня вопросы к вам закончились и время на вас тоже закончилось у меня прямой эфир призабавнейшее зрелище просто как бы я отключился потому что смысл разговора понятен и вам и в принципе и мне и в принципе да да в принципе всем вот вот это вот все вот это вот все это методички Луганского и плюс еще методички которые мне Семен Кабакаев сам лично принес и вот это вот все вот это вот все это то против чего они не могут переть абсолютно потому что должна быть аргументация юристы в Российской Федерации не то чтобы слабые а просто капец как вы там учите юристов юрист который не знает что призывы к развязыванию агрессивной войны есть нарушение законодательства и нарушение целого раздела в целом раздела который в уголовном кодексе Российской Федерации называется преступление против человечности ну елки-палки чему-то мучат ваших юристов президента у начальника генштаба и у главнокомандующего я бы спросил мне есть чего спросить скажите пожалуйста министр обороны как его сегодня умеров умеров скажите пожалуйста вы общаетесь с министром обороны США можете ли вы пояснить позицию наших союзников которые делают заявление о том что атаки вооруженных сил Украины на российские НПЗ несут угрозу для мирового топливно-энергетического комплекса откровенно говоря говорит министр обороны союзник нашего государства что Украине лучше наносить удары по тактическим оперативным целям которые могут прямым образом влиять на текущие боевые действия то есть наносить удары по НПЗ не очень потому что это влияет на цены на нефть короче не очень удобно как это понять по-простому вот простым языком без вот этого знаете углубление сотрудничества расширение уверение всяческие всякие обеспокоенные непонятные дипломатические по-простому что это значит это по-простому значит ребят вы там что-то разошлись так как-то сильно аж начинает немножко на нас это влиять вы что там вообще мы с Россией у нас нормально мы у них нефть покупаем газ бензин это влияет на мировые рынки ну да что же если в Америке поднимется стоимость бензина это что же будет вы понимаете как это повлияет на а у нас скоро выборы президента вы это прекращайте что делает за Лени министр обороны Соединенных Штатов что это же ни хера непонятно это ИПСО это кто распространяет это ведь заявление министра обороны США явно выносит раскол в украинское общество и приводит здравомыслящих людей к пониманию тому что союзники преследуют исключительно свои интересы как я вам и говорил два года назад когда наши интересы совпадают они нам помогают когда совпадают интересы но они совпадают не полностью нет в интересах США Европейского Союза Канады Японии всех наших союзников нет такого в их интересах чтобы Украина победила в этой войне это не проглядывается никак а интерес чтобы продолжалась эта война есть потому что Украину не примут в НАТО пока идет война никогда об этом делают официальные заявления представителей НАТО выходит так что тогда Путину нужно чтобы Украина не вступила в НАТО бесконечно продолжать войну все профит все логично за херня за геополитика такая Украина это объект политики или субъект политики мы самостоятельно принимаем решение о своей судьбе или нет или нами управляют и снова лезет в голову столько конспирологических теорий что типа ребята я не приверженец еще раз не приверженец ни в коем случае всегда выступал за самостоятельное определение своей политики внешней внутренней это крайне важно но тут что-то как-то что-то интересы будут полностью понимаете очень сложно понять что происходит и ответов на эти вопросы никто не дает а вопросы я задаю очень сложные хотите еще и псо хаваем и псо тоже хавать так полностью радниця с коммуникацией ДБР вказала на манипуляции у справе с вбивством петлитка в киевском фуникуляре это такая тоже жасливая история хлопец загинув то его вбив водой управления державной охороны есть спробы показать еще в Украине страшно житы что и псо ракеты будут пол что за и псо в смысле что за спробы показать что в Украине страшно житы что они несут у них какой-то идет в информационном поле несоответствие их заявлений реальности вообще это несложно прогнозируется европейские страны и не только европейские в европейских странах наибольшее количество беженцев из Украины примут какое-то решение согласно которому из-за того что некоторая часть граждан Украины не может возобновить из-за боевых действий решения правительства возобновить свои документы будут считаться либо документы которые утратили силу действующими либо им выдадут какое-то временное удостоверение личности что в принципе чего достаточно на основании утративших силу закон паспортов да и все такая же история если вы загуглите почитайте такая же история вы думаете наши такие оригинальные такая же история с белорусами белорусы тоже не могут продлить те кто выехал в свое время от Лукашенко те кто кому угрожает опасность Лукашенко злой на то что люди сбежали на волю и сказал что не продлевайте им паспорта в консульствах ну типа а те кто получил какую-то там защиту в Европейском Союзе говорят ребят мы не можем продлить у меня срок действия закончился а консульство не продлевает да да мы знаем мы знаем мы приняли постанову какую-то там свою ну там постанова с номером 8912 все и согласно этой постановой типа все нормально не переживайте мы понимаем ситуацию они же не дураки они все понимают все нормально ничего не будет абсолютно ну то есть это ни к чему не приведет выдадут какой-то документ и все это бред всего и кобылы чушь бредовая и псо я не обвиняю Соединенные Штаты в том что они не помогают вообще никаких обвинений это их право помогать или не помогать это их право они нам ничего не должны и ничего не обязаны они не обязаны нам помогать нам не обязаны помогать ни Европейский Союз ни Соединенных Штатов у них нет таких обязательств они не брали на себя такие обязательства нам помогать помогают и хорошо чем помогли и спасибо Благодарочка. Большое благодарное. Большое спасибо вам. Я не обвиняю США в том, что они не помогают. Но заявление министра обороны. Типа, ребята, вы, пожалуйста, не наносите удары по НПЗ. А с херали, объясните, а почему? А с херали, это плохо влияет на мировые рынки. Да вам насрать на мировые рынки. Война в стране. Значит, по Харькову кабы прилетают. Управляемые эти авиационные бомбы. Это, типа, никак не влияет на нефтяные финансовые рынки. Почему? Офигеть, там миллион человек жило до полномослабного вторжения. Миллион человек. Это мегаполис. Миллион человек. Сегодня этот город бомбят. В центр города прилетают ракеты. Это не влияет на мировой рынок нефтяной. Ну, это другое. Вы знаете. А почему воюющее государство не может наносить по вполне законным военным целям, вполне законным согласно правилам ведения войны, военные цели, нефтеперерабатывающие заводы. Ну, ребят, ну не делайте так. Это... Что это за заявление? Такие себе, знаете, союзнички. Я честно вам скажу. Я благодарен Соединенным Штатам и народу Соединенных Штатов за любую помощь, которую они оказывали нашему народу и нашей армии. Но союзнички они такие себе. Немножечко занельцой. Согласитесь. Что это за заявление министра обороны? То, что они не оказывают помощь, это политика. Почему США не оказывают помощь? Давайте так, еще раз. Кэмерон обращался к Трампу с просьбой разблокировать помощь Конгресса, помощь Соединенных Штатов в Украине. Трамп, судя по всему, судя по имеющейся от СМИ западной информации, отказался. Кто такой Трамп сегодня? Никто. Кандидат в президенты. Почему помощь сегодня заблокирована? Видимо, потому что с какой-то большой долей вероятности, точно, я не вам цифры вам сейчас не скажу, но с большой долей вероятности 2 миллиона было. 2 миллиона? Сейчас миллион. 2 миллиона, наверное, Харькова было. Извините, я сейчас... Вы правы, я, скорее всего, не прав. Я, скорее всего, ошибся. Трамп с большой долей вероятности станет президентом США. И, видимо, его политика не помогать Украине. Быстренько договориться с Путиным, отдать ему какие-то территории. Что ты хочешь? Кем сковолась? Да забирай. Донбасс? Господи. Ты на фиг он нужен, Донбасс? Я президент США. Мне насрать на Луганск-Донецк. Забирай. Крым? Вообще. 10 лет уже вообще никто не плакал. Забирай. Что еще? Все. Ну и все, тогда война заканчивается. Все. Война. Стой. Раз-два. Вот такая у него позиция. Приблизительно. Я так очень утрировано. Очень утрировано. Но вот такая у него позиция. Зачем тратить тогда миллиарды сегодня, если завтра они будут не нужны? Ну типа их не надо будет тратить. Их можно оставить в стране. Тогда лучше эти деньги потратить на создание рабочих мест. И вот это вот это вот. Бла-бла-бла. Внутри стране. Все. И все. Вот вам и вся политика. И все. И что-то сложного. Трамп при этом виноват. Он президент США. Он не президент Украины. У него интересы. Это интересы американских налогоплательщиков. Граждан Соединенных Штатов. Он гражданин США. Президент США. Ну будет президент США. И опять. Не 100%. Но с какой-то большой долей вероятности. Вот и все. Поэтому Конгресс сегодня, понимая, что дело к тому идет, что Байден уходит от рам, приходит. Такой типа. Да и нахер нам тогда 60 миллиардов, 30-40. Это большие деньги на минуточку. Понимаете? Зачем нам их тратить? Вот и вся политика геополитическая. Ничего в этом сложного нет. Передайте, пожалуйста, Украине, чтобы они не бомбили НПЗ. Цены растут. А у нас выборы. Сейчас будет повышаться стоимость бензина. Для американцев это крайне важно. А ну, галлон на 20 центов все подорожает. Ого, представляете, что будет. Хо-хо. Вот и все. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...